Приднестровье страна истории и легенд, многие из которых доказать невозможно, но только не в этот раз. Музей под открытым небом в Бендерах тому явный пример. Это настоящая городская летопись со дня основания и до основных событий двадцатого века включительно. Давайте разберемся подробнее, кто где и почему. Начинается экспозиция со средневековой ладьи. Здесь все понятно. Город стоит на реке, а лодки, ушкуи, чайки и кноры – основной вид транспорта купцов. А вот и первая ростовая фигура – молдавский господарь Александр Добрый на берегу Днестра. В правой руке молдавского господаря скипетр с крестом – символ царской власти, а в левой – древний свиток. На нем начертано 8 октября 1408 года – дата первого летописного упоминания о городе. Тогда он назывался Тегенекяча. Начало 16 века. На берегу Днестра турки затеяли строительство крепости. Более того, дают городу новое название – Бендеры, что означает порт или гавань. Двое вооруженных турок как бы говорят «мы здесь надолго» и начинают вводить для себя систему all-inclusive, то есть по-простому, что нравится у бендерчан, то и забираем. И так около 300 лет. Не обошелся музей и без шведского короля. Побитый после Полтавы Карл XII гордо стоит со своим флагом. У нас он задержался на три с половиной года. Освоился и даже построил несколько городков. Однако, злоупотребив гостеприимством, вынужден был откланяться. Эх, Карл. Началась русско-турецкая война. За свою историю бендерская крепость покорялась только русскому оружию, но оставалась за Турцией. В 1789-м новая атака. Помня свое последнее поражение османы сдались без боя. Ключ от ворот в крепость покорно преподнесли князю Потемкину. Но спустя десять лет по Ястскому договору бендеры вновь отходят Турции. В 1806-м Россия в последний раз идет войной на турецкие бендеры. Крепость вновь покорили. На этот раз окончательно. Согласно мирному договору от 16 мая 1812 года территория прута Днестровского Междуречья становится частью России. Подписал документ сам Михаил Кутузов. В составе Российской империи город становится видным культурным и промышленным центром Бессарабии. Появляется ратуша, а центральные улицы принимают привычные, взаимно перпендикулярные направления. Утверждают городской герб, в котором без труда можно распознать покоренного шведского короля. Бендерчанам есть чем гордиться. 19-й век был спокойным. Тут и вспомнить особо нечего. Но вот следующее тысячелетие взяло свое. Оборона города в 1918-м. Вооруженное восстание в 1919-м. Румынская оккупация до 1940-го и освобождение от фашистов в 1944-м. И, наконец, героическая оборона 1992-го года. Заключительная композиция уличного музея. Фигура святого преподобного Сергия Радонежского, покровителя Бендер. Вот такие истории мы подготовили для вас сегодня. Мы уверены, вам это было интересно. К тому же это маленькие шпаргалки к нашей викторине «Страна-легенд». Смотрите нас, играйте с нами и изучайте легенды нашего края. Ему есть что рассказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова